Здравствуйте, друзья! Сейчас мы будем писать вот эту куколку. Ее покажет вам сейчас. Это фотоматериал, как мы в последнее время привыкли работать с фотоматериалом. Редактор вам покажет эту картинку крупным планом. Мы сейчас делаем закладку веществом краски по тональным пятнам, по цветовым, для работы уже по сухому. Поскольку работа непростая, то лучше нам поступить таким образом, чтобы справиться с этой задачей, не мучаясь вязкостью и скользкостью краски. Поэтому берем жидкость. Посмотрите на палитру. Берем жидкость, берем берила, берем розовый, то есть фотоматериал у нас и бирюзовый. Розовый и бирюзовый. Фотоматериал у нас с вами черно-белый. Поэтому некоторую серенькость мы задействуем. То есть это будет бирюзовый с розовым в разбеле. Но именно эти цветики, они хоть и серы, но уже цветны. Я взял строительную кисть небольшого размера, под размер холста и избавляю белый холст от сухости и от белости. То есть появляется некая среда обитания, ну какая-то среда а-ля постель. Такая сумеречная или как бы такой теневой цвет постели. Здесь у нас подушка светла. Мы ее чуть добавим в белил, обозначим. И здесь белилами обозначим вторую часть видимую и освещенную часть постели. Цвет тела. Конечно же цвет тела это розовая и и охра или розовая и желтый. И вот он наш цвет тела. Итак, друзья, смотрите. Мы кинули изображение с помощью проектора. Сейчас камера посмотрит на проектор и поставите себе тоже завести такую игрушку. Она очень полезна для художников. Всю жизнь художники мечтали о таких игрушках. И наконец имеют возможность с такими работать. Стоит она недорого. В рублях 6000 рублей по-моему. Так что заведите себе ее и скажем, уточнение рисунка, особенно портретного толка, конечно можно всегда делать с помощью проектора. Итак, смотрим на картиночку и как мы поступаем. Берем черный. Берем красный или розовый. И реперные точки рисунка уточняем с помощью этого цвета. Реперными точками понятно, что являются вот эти. Вот. Ну собственно теперь можно уже работать с этим изображением. Я включаю свет. Итак, у нас есть почти белые простыня и подушка. Немного усилим их белизну, чтобы от нее отталкиваться в белизне тела. Это самое простое пятно. Здесь ошибиться трудно. Здесь я наверное все таки сделаю подушку подушку под уклон для того, чтобы вот эта линия подушки не дразнила вот эту линию. Все таки это важнее, чем это. Беру розовый и бирюзовый. Здесь тоже розовый и бирюзовый в разбиле. Получился хорошенький свет. Можно плюс черный чуть-чуть, чтобы подгрязнить это. И здесь волосы соединятся с темнотой фона. И темнота фона выстроится по направлению света. Вот подушка может даже иметь уголочек небольшой. Волосы девушки будут чернить. Волосы девушки будут чернить. Немножко съедят вот этот некрасивый треугольник вот здесь. И тень от девушки на простыню. Тоже обозначим бирюзовый с зеленым. Вообще красивое сочетание. Бирюзовый с розовым. Такое серенькое и красивенькое. Конфигурация белых пятен уже разная. Что выгоднее, чем два одинаковых лоскута, которые есть на фотоматериале. Чуть подотру палитру от черного и от зеленого. Сполосну кисть. Кисть я располоснул тем, что макнул в разбавитель на рабочую часть палитры. И вытер кисть, и вытер палитру, рабочую ее часть для смешивания. И у меня получилась вполне зачищенная кисть. То есть совсем чистая она нам не очень, может быть, даже и нужна. Разбил охры. Понадобится нам для... То есть такой желтоватый цвет. Можно чуть-чуть с розовым. И область освещенности накроем. Краски немного затирательно. Подкладка у нас высохла полностью. Прошло всего три дня. Даже на второй день уже можно было писать. Вот здесь у нее маханький свет. Но можно его преувеличить. Я поверхность ничем не протирал. Краска еще живая. То есть еще нет необходимости связки одного слоя с другим. Поэтому практически как будто продолжаю предыдущий сеанс. Но при этом у меня высохла подкладка. Я успел сориентироваться по основным пятнам. Теневые. Теневые. Теневые будут розовить. Краснить, розовить. Рецепт открыть и прикрыть. Продолжение следует...